В Саукеле, Куфи, Тюбетейке, Шали, в Истыне Тумисис учатся студенты из 11 стран. Фестиваль Дружба Народов прошел музыкально, ярко, вкусно. Представители разных национальностей пели и танцевали на сцене, а в фойе угощали своей кухней. Именно в этом вузе учится Авзал Шарипов. Парень из Узбекистана представит наш регион на всероссийском этапе конкурса в номинации «Иностранный студент года». Пока одни стараются разъединить народы, другие объединяют их. С размахом, но без пафоса прошел в Истыне Тумисис фестиваль Дружбы Народов. Искренний, яркий и очень эмоциональный. За старооскольским технологическим давно закрепился статус не только продвинутого, но и многонационального, и даже международного вуза. Сегодня в нашем институте обучаются представители из 11 стран мира. 259 человек. Каждая из них яркая личность. Среди нас нет представителей специальностей творческих, но сегодня я даже немножечко в этом засомневалась. Одна из наших главных ценностей – это многовековая дружба народов. Наши студенты, они с широкой душой. Это широта души и помощи при строительстве инфекционного центра, за что врачи искренне благодарили волонтера в Истыне Тумисис. А еще в песнях, танцах и в том хлебосольстве, с которым принимали гостей праздника. Узбекская кухня, казахская, египетская, русская. Фирменное блюдо Казахстана какое? Бешпармак. Что это такое? Расскажите. Бешпармак в переводе как «пять пальцев», потому что его едят руками. Это тесто и мясо. Казахстан – это дружба, гостеприимство и семья. А месис для вас – это что? Месис – это, первым делом, это дружба, это наука и это самое главное – лучшие люди. Сегодня мы угощаем самым величайшим нашим людям – это плово. У каждого мастера, у каждой семьи есть свой секрет и у каждого получается по-разному. Есть более 200 видов разных пловов и никто никогда не делает одинаково. Узбекистан – это добролюбивый, солнечный и веселый. Из солнечного Узбекистана в Россию приехал и Авзал Шарипов. Он исполнил мечту папы Металлурга и поступил в Истояние Тунисис. В этом году взял гран-три регионального этапа национальной премии «Студент года» и теперь представит Белгородчину на всероссийском уровне. Пришлось долго работать над собой, чтобы добиться таких успехов. Конечно, мы не будем остановиться на этом. Чему не остались у тебя? У вас же тоже достаточно приличный возраст. Конечно, я с этим с вами согласен, но в плане производства среди стран СНГ Россия лидирует. Поэтому я не зря выбрал город Староскол, как бы город Металлурга. Ощутив дружелюбную атмосферу, директор ЦМИ Андрей Чех со сцены предложил провести подобный фестиваль уже в масштабах города. И студенты только за. Дружба – это сила, и это классно. Тут и узбеки, и таджики, и в том числе египтяне. Фестиваль, который проводился сегодня, «Дружба народов», является, так сказать, важным показателем гостеприимства нашей страны, сплоченности народов. Лариса Ульянин, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал.